Андрей Иванов отметил, что в целом праздники на территории района прошли достаточно спокойно. Каких-либо серьезных происшествий удалось избежать благодаря постоянному контролю за ситуацией. Январские праздники в Одинцовском районе прошли без серьезных происшествий, спокойно. И в этой связи хочу поблагодарить и всех, кто дежурил, и заместителей, и руководителей администрации, и глав поселений. Те, кто выходил в праздничные дни и контролировал работу всех экстренных служб, взаимодействовал с правоохранительными органами, с нашим министерством здравоохранения, со всеми коммунальными службами. Самая большая нагрузка в праздничные дни выпала на предприятия ЖКХ и ресурсоснабжающие организации. Они находились в режиме постоянной готовности. К счастью, их вмешательство не потребовалось. Крупных аварий удалось избежать, а мелкие устранялись в рабочем порядке. Напряженно в празднике работала и единая дежурно-диспетчерская служба 112. Ее операторы приняли более 11 тысяч звонков. На первом месте стоят обращения в службу скорую помощь, скорую медицинскую помощь. Это фактически 16%. На втором месте служба полиции, это 13%. И в службу пожарной охраны, это 3%. Пожаров произошло 12, на которых погибло у нас 2 человека за этот период. В основном все пожары произошли в деревянно-рубленных домах, которые находятся в СНТ, ДСК и ДПК нашего района. Андрей Иванов дал указание отдельно вынести вопрос дополнительной профилактики пожаров на комиссию по чрезвычайным ситуациям. О проведении второго этапа эстафеты «Салют Победе» глав поселений проинформировала Татьяна Одинцова. Отличительной особенностью нынешнего этапа станет адресная забота о каждом ветеране Великой Отечественной войны, проживающем в Одинцовском районе. В первую очередь это медицинская помощь и поддержка в приобретении лекарств. Я хочу привести статистику, она страшная. За 3 года, например, если мы возьмем 3 года прошедшие, мы теряем 100 человек, ровно 100 человек каждый год. Вот за эти праздничные дни мы потеряли 6 ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Я говорю только о тех, кто воевал. Вот им сейчас будет индивидуальная забота и подход. Эстафета сохранит свои основные символы – Знамя Победы, Мосинскую трехлинейку и Солдатскую каску. В ходе совещания о ведении проектных работ по генеральным планам поселений и итогах тематического областного круглого стола по совершенствованию регионального архитектурно-строительного проектирования собравшимся рассказал главный архитектор района Кирилл Завражин. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.